Привет! Ты снова на канале Супер Арбалет. Сегодня мы сравним два материала, из которых делаются самые практичные, надежные, а главное, недорогие щиты для стрельбы. Щит для лучника является главным аксессуаром, как запаска в машине. Без него ваши деньги будут уходить не только на унитаз, но и на стрелы. Самый популярный материал щитов в России является изолок. Он известен всем спортсменам и большинству любителей в сфере стрельбы из лука. Преимущество. Неприхотлив к различным погодным условиям, мобилен для транспортировки. Наш магазин производит самостоятельно данные и щиты различных размеров. Мы не пытаемся показать, что один материал лучше другого. Оба этих материала прекрасно справляются со своей задачей, но есть отличия. Как известно, изолон бывает разной плотности. Из одного стрела вытаскиваются достаточно легко, из другого тяжело. Так вот, мы нашли альтернативу изолону под названием пенолон, который имеет одинаковую плотность. Благодаря этому вам не попадется щит, из которого вы замучаетесь вытаскивать стрелы. Сейчас мы протестируем эти щиты. Щиты 50-50-10 из материала изолон и 50-50-15 из материала пенолон предназначены для стрельбы из луков 26 фунтов, а также арбалетов пистолетов и детских луков. Щиты размером 50-50-20 из изолона и 50-50-25 из пенолона предназначены для стрельбы из рекурсивных и блочных арбалетов, а также из классических и блочных луков с силой натяжения 60 фунтов. Щиты из материала пенолон толще, но мягче. За счет его мягкости у вас не будут отлетать стрелы даже при самых легких по силе натяжения детских луках. Подведем итог. Оба этих материала прекрасно справились со своей задачей. Они заменяемы между собой. Но из пенолона стрелы вытаскивать куда легче и комфортнее. Для того, чтобы также легко и комфортно вытаскивать стрелы из изолона, мне пришлось использовать силиконовую смазку для стрел. Да ты ох***! Да х***! Спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Не забывайте ставить колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео Всем пока